В администрации окружной столицы прошло совещание с руководителями управляющих компаний. На встрече также присутствовал генеральный директор регионального оператора фонда капитального ремонта. Тема встречи – задержанные сроки разработки проектно-сметной документации конкурсных мероприятий по выбору подрядчика для ремонта кровель многоквартирных домов. Подробности в сюжете Никиты Березнякова. В этом сезоне фондом капитального ремонта были проведены работы по замене внутридомовых инженерных сетей. А вот кровли отремонтированы не были. Всему виной проволочки с формированием планов и задержка разработки проектно-сметной документации. В связи с этим подрядчик выбран не был. Ремонт крыш подразумевает, в том числе, бетонные работы. А у нас на самом деле там всего лишь две организации, на сегодняшний день, насколько я понимаю, имеют бетонные узлы в городе. Ну да, это ТЭП и Чехоская. На данный момент необходимая документация в наличии и согласована. В ближайшее время фондом будет проведена работа по отбору подрядной организации. Однако в эту навигацию завести необходимые материалы и оборудование уже не удастся. Поэтому дома, стоящие первые в списке на ремонтные работы, обзаведутся новой крышей лишь в 2020 году. К сожалению, вот сейчас вынужден констатировать, что переломить ситуацию по тому, чтобы у нас все работы начинались в мае, нам не удается на сегодняшний день. Ну, по моей информации, правда, две организации, как минимум, на четыре кровли готовы зайти. У этих-то организаций как раз, ну хотя бы на первичный этап, ну какие-то материалы будут. Всего в планах отремонтировать кровли девяти многоквартирных домов. На эти цели в этом году было заложено 26 миллионов рублей, средства собственников, уплаченные в фонд капитального ремонта. В 2020-м эта сумма уже увеличится в разы. Мы планируем, скажем так, по итогам 2020 года собрать средства собственников, да, порядка 80 миллионов рублей. Вот, но с учетом средств субсидии администрации города Анадрь, то есть это дополнительно еще 12,5 миллионов на 2020 год. То есть, и того, да, сумма предварительная, то есть порядка где-то 92,5 миллиона рублей. Это те средства, которые фонд капитального ремонта может использовать в будущем году на строительно-монтажные работы. Также в планах регионального оператора заняться ремонтом кровель и фасадов домов села Тавайвам. Никита Березняков, Александр Кузьминов, Служба информации.